Я хочу с вами лично и организатора поздравить вас и сказать еще раз благих пожалований. Какая атмосфера у вас? Ну, всем добрый день. Атмосфера нормальная в команде. Готовимся планомерно к игре. Уже добрались, но сегодня вечером потренируемся, посмотрим. Видно, что тепло по сравнению, как у нас. У нас не так жарко, наверное, как у вас. Да, у нас под улицей является самым жарким городом в Монтинегро. Температура до 40 градусов. Но надеюсь, что вам день-два надо. Вы будете привыкли к игре. Главное, чтобы мы привыкли к игре. Да. Самое важное, чтобы вы получили удовольствие и просто результат, чтобы для вас будет хороший. Ну, вы сами сказали правильно, да. Нам нужен результат. Но результат будет складываться с двух игр. Так что планомерно будем готовиться. Ну, в любом случае, Дэщи – это хорошая команда. В том плане, что она уже участвует в лиге конференции. Это показатель к тому, что единственный вопрос, что мы играем две игры у соперника дома. Хотелось бы сыграть, конечно, на своем поле, но, к сожалению, мы не можем. Из некоторых вещей, которые сейчас происходят, наверное, вот этот плюс, наверное, как говорится, команде соперник. Ну, а то, что не попасть в любом случае, любая команда уже в лиге конференции осуществляет для себя какая-то хорошая команда, может быть. То есть, в любом случае, не обязательно это Дэщи. Но мы готовились. Как мы приподготовились, будет видно по результату. Ну, мы ожидаем прохода дальше и будем стараться шаг за шагом пройти как можно дальше. И я надеюсь, что нас ждет успех. Ожидания? Ну, в любом случае, у нас стоят цели, которые надо достигать. И в любом случае, любая из команд, то есть мы, то ли наш соперник, хотят пройти в следующую раунду. Это престиж, во-первых, для клуба. Но из-за этого мы будем настраиваться, все-таки нам нужен проход в любом случае. Конечно, проблема. Я, если вы слышали, обозначил это в первом, когда давал ответ в вопросе. То есть, мы две игры будем играть на выезде. То есть, у соперника дома. Хотелось бы, конечно, при своих болельщиках. К сожалению, мы не можем. Я думаю, что в любом случае, первая игра, это придет без болельщиков. Потому что мы не имеем права, чтобы были болельщики. На вторую, я думаю, приедут. Придут болельщики местные, которые будут поддерживать свою команду. Но мы все равно к этому готовы. Для нас, конечно, было бы сыграть одну игру дома, одну на выезде. А получается, мы две игры играем на выезде. Ну, Душин Байкевич уже то, что находится в структуре «Динамо». Значит, он футболист неплохого уровня. При том, что в Черногории хорошие, это бывшие балканские страны, где всегда футбол, игровые виды спорта были там приоритетны. Душин по себе неплохой футболист, доказывает тем, что он выходит, забивает, играет в составе, не играет. Но это конкуренция, как говорится. Ну, мы уже готовились полномерно. Единственное, что, наверное, чемпионата сейчас в Черногории нет. И мы готовились, наверное, по тем моментам, когда команда играла в прошлый чемпионат. То есть, мало информации уже по новым, потому что я так понимаю, что у них сейчас закончился сезон, может быть, могли прийти новые люди. Ну, а так, то, что смогли собрать информацию, по ним собрали. Ну, у меня дебют как тренера в Еврокубках. В качестве игрока были такие матчи интересные, наверное, и немного было, но вот так было. И с Панетикосом мы играли, и с Галатасараем такие вещи были. В Германии играли с Вольсбургом, наверное, такие запоминающие вещи. Но я хочу сказать, это совсем другое. Как игрок и тренер, наверное, ощущения эти. Как игрок ты полномерно готовишься, понимаешь, что это там Еврокубки, где надо проявлять, наверное, самые свои лучшие качества. И когда ты приезжаешь на европейские стадионы, и боление вот это вот немножко, наверное, отключается, что не хватает нашей атмосферы. То есть, как это касается в Греции, в Турции, когда я был, в Германии, то есть, там ты попадаешь в футбольную атмосферу. Ага. Наверное, самое очевидное, это проход Зальцбурга в 2015 году и все игры групповой стадии Лиги Европы, где мы принимали участие. Будешь ли ты рад встрече с Панетом вечера? Ну, конечно. Он хороший парень, хороший футболист. И от него остались только хорошие впечатления от игры с ним, от жизни в команде. Может быть, поменять их не плохо? Если разрешаю. Две игры сейчас только первая, поэтому они, в принципе, 50 на 50. А дальше посмотрим. Да. Две игры суток. Аааа. Два. До свидания.